Много времени прошло, как-то быстро время идет. Последний раз, я думаю, что я проповедовал года два назад здесь. И за это время много что произошло, много интересного в моей жизни. Я никогда не думал, что Бог так вот поведет, так будет действовать в моей судьбе. Я думаю, что Бог всегда желает чего-то большого каждому из нас, чего-то очень хорошего и красивого. Правда, потому что наш Бог, Он большой, хороший и красивый. И вот, ну, что интересно, за прошлый год, да, вот уже наш год этот подходит к концу, за прошлый год получилось побывать, ну, как минимум в шести странах Европы, проповедовать в Лондоне, знаете, так интересно было все, в Мадриде, в Лиссабоне, в Италии, в Германии, в Финляндии, в Сибири, на Кавказе. Вот сейчас, если Бог позволит, то в январе улечу опять на Кавказ. Что могу сказать, что Евангелие, оно одно, и переживание народа Божьего, как и переживание всего этого мира, оно как бы в одном каком-то ключе. Неважно, это Америка, это Беларусь, это какая-нибудь Северная Сибирь, или это горячие точки, там, Чечня, Дагестан, обязательно сами переживания и народа Божьего, и этого мира, они как бы в одном ключе. И думаю, что то, что можно или нужно проповедовать в Беларуси, то нужно проповедовать, в общем-то, во всем мире. И если мы говорим, что Евангелие есть сила ко спасению всякому верующему, и это неважно, в Риме, или это в Москве, или это в Минске, то это Евангелие, оно настолько глубоко, оно настолько сильно, что я, например, думаю, что очень-очень долго учусь проповедовать Евангелие. Очень долго учусь. И сегодня на этом месте поделиться с вами тем Евангелием, или той частью Евангелия, которую Бог сейчас открыл в моей жизни. Вот я не знаю, даже мне сейчас петь или что-то еще сказать. Вот интересно. Еще не похвастался за эти два года, видите, мне брюки с пиджаком подарили, тоже хорошо. Все время думает, видишь, ты уже в коже ходишь. Я говорю, слава Богу. Я думаю, что я спою одну, по крайней мере, одну песню, потому что она как раз к той теме. Сюда можно петь или можно в другой микрофон? Можно сюда. Там есть такая песня, «Когда в сердце боль». Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В миг, когда в сердце боль, В день, когда дождь стеной, В час грусти и скорби нам Хочется вспомнить тот город золотой, Где вечный светит свет, Где лжи и злобы нет, Где счастье обидеть, Где никто не обидит, И есть на вопрос ответ. Где счастье обидеть, Где никто не обидит, И есть на всякий вопрос ответ. Там, где наш спаситель добрый, У жемчужных встретит нас ворот. Где всех близких повстречаем, По которым здесь скучаем, Вот вечность нас ждет. Здесь, на земле ветра, И солнце в облаках, И часто так больно, Что хочешь невольно, Побыстрей туда, Где слезы нам утрут, Где раны заживут, Где гранями славы станут Печали мир и покой, Нас ждут. Где гранями славы станут Печали мир и покой, Нас ждут. Там, где наш спаситель добрый, У жемчужных встретит нас ворот. Где с улыбкой детской ясной Мы увидим мир прекрасный, Вот вечность нас ждет. И хоть город тот нам снился, Мы безмерно удивимся той красоте. И возрадуемся вместе, Что хранили Богу верность Здесь, на грешной земле. Аллилуйя, 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 Как хранили Богу! Аллилуйя, 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 аллилуйя. В миг, когда в сердце боль В день, когда дождь стеной Слава Богу! Слава Господу! Когда я читаю Евангелие, я в первую очередь, конечно, думаю, как спастись самому и как помочь спасти других, но в первую очередь пропускаешь все через себя. И очень мне касается это слово «входите тесными вратами». Очень сильно касается такое слово «широкий пространен путь, ведущий в погибель, многие идут им, и узок путь, узкие двери, ведущие в жизнь, и немногие находят». Вот мы смотрим, сейчас смотрю, большой такой зал, много людей, узкий путь, немногие находят, а я в этих немногих. Вот как я переживаю или как вы переживаете? Насколько серьезно надо задуматься о вот своем пути спасения? Я не знаю, рассказывал или нет, здесь есть такой бобруйский отец Александр, он православный священник, этот собор напротив товарища, вот он там, по крайней мере, до последнего времени, когда я его знал, он там был иереем этим, и мы с ним как-то говорили достаточно давно, достаточно давно, и может быть я вам рассказывал об этом. Я с ним говорил, и он так сказал, вы протестанты, обманываете народ. Я говорю, почему мы обманываем народ? А вот вы говорите, что уже спасены, вот люди уже спасены, и вы просто отбиваете у людей желание, как бы, служить Богу. А вот написано, со страхом совершайте свое спасение. А вот написано, когда Христос воцарился, вот тогда настало спасение. А вот будет суд, где по левую и по правую сторону будут стоять, и там будут стоять не только люди мира сего, и там и церковь будет стоять. Я говорю, да нет, это вы православные обманываете народ. Я говорю, мы уже спасены, мы уже оживотворены со Христом, мы уже посажены на небесах, мы уже совоскресли, так тоже написано. Я как раз помню, что тогда учился в библейском институте, мы еще не дошли до этого предмета спасения, но я уже много знал священного писания, мне все интересовало, я-то спасен, вот. А он еще нет, священник. Вот он так думает, я так думаю. И я ему свои местописания, он мне свои, и мы не договорились, в общем. Я думал, что я его победю. Смотрю, что не сильно побеждается. Мне было это так трудно, ну, понять, как это я, ну, я же вот так в библии ему цитирую, а он мне тоже цитирует. И мы разошлись, в общем-то, никто ничего никому не доказал. Буквально через пару дней я попадаю здесь, было в Бобруйске, приезжает брат наш, проповедует, то есть, ну, преподаватель, по-моему, Андрей был тогда Дьяченко, если не ошибаюсь. И он преподает нам, он магистр богословия, он преподаватель библейского института, и вот он говорит, так, запишите сейчас новая тема, ваши тетрадки новые, вот ваши учебники новые, сотореология, наука о спасении. И, значит, мы пишем. Он говорит, запишите местописания, которые говорят о том, что мы уже спасены, мы пишем. Запишите местописания, которые говорят о том, что мы только спасаемся, мы тоже пишем. А запишите местописания, которые говорят о том, что мы в будущем только будем спасены. И он говорит, вот так в Библии уже да, но еще нет. И мы все смотрим на него, человек двадцать, говорит, как это так? Уже да, но еще нет, и это одновременно. Ну, все задали вопрос, а как это одновременно? Ну, брат очень умный, он говорит, во, это категория вечности, мы много не понимаем в Библии, мы троицу не сильно понимаем, и я думаю, надо как-то это по-другому поставить. Бабец зашел на переменке, настаивал на него палец, говорю, ты, брат, как сам понимаешь, ты. А он хороший братик такой, говорит, я не знаю. Я, конечно, все это изучаю, я это преподаю, я не преподаю, говорит, писятническое богословие, баптистское, православное, преподаю библейское, а в Библии там так, и то есть, и второе есть, и третье есть. И, говорит, за каждым этим утверждением, за каждыми этими местописаниями стоят богословы, книги написаны, конфессии, и никак они между собой, в общем-то, не договорятся. То есть, каждый имеет свою позицию, одни спасенные, другие спасаются, третьи еще только будут спасены, и вот так оно, и во всем мире так. У меня даже попить захотелось-то. Я пришел домой, сильно такой обеспокоенный, думаю, господи боже, пошел в библейский институт мозгов набраться, последний потеряю в этом институте. Пришел, говорю, господи, ладно, там с этими богословами, профессорами, ты мне по секрету расскажи, и все. И так как-то помолился, я не знаю, я верю, что вы все видите видение, и, в общем-то, все слышите голос Духа Святого, правильно? Ну, так должно быть. И я не претендую, что я самый такой локатор, но вдруг вижу, вот вижу на первом ряду, не здесь, в другой церкви, на первом ряду брат такой сидит, пожилой, чуть старше меня, я тоже пожилой, немножко пожил. Вот, и смотрю такой, понимаешь, что он проповедник, что он крещен Духом и все такое, и вдруг такая яркая-яркая мысль, вот Господь говорит иногда так, яркой мыслью поперек твоих мыслей, так, чик. Вот если он совершит прелюбодеяние, не покаявшись, умрет, он спасен? Вот, что бы вы ответили? Я тоже говорю, Господи, ну, ты милостивый, я понимаю, ну, по-моему, нет, ну, как же, без покаяния, и... А если он это же сделает, но покается, и тоже сразу умрет, спасен? Ну, покается. Я тоже говорю, спасен, не спасен. И у меня вдруг приходит такое просветление, что такое спасение? Спасение, то самое, которое не по делам, потому что все время то по делам говорят, надо спасаться, то не по делам спасает Бог, то даром, то не даром, то дела справедников в след идут, и вот как-то не сильно в этом разберешься. И вдруг у меня просветление. То самое спасение, которое не по делам, это просто соединение меня, моего духа, с источником вечной жизни, с Богом. Когда между мной и Богом стена греха, я не спасенный человек. Когда кровь Иисуса Христа разрушает эту стену, я пребываю в нем, он пребывает во мне, я спасенный человек. И вдруг я вижу следующее видение, смотрю, едет троллейбус. Думаю, зачем троллейбус? Потом смотрю, у троллейбуса две такие палочки, они присоединены к этой, к линии электричества, да? И вот вижу, троллейбус едет, линии вправо повели, а троллейбус прямо поехал. Думаю, что такое? Выходят троллейбусники, отталкивает, оттаскивает чуть-чуть так вот этот троллейбус и опять подключает его. Знаете, чтобы палки эти поставить опять на линию. И такая ясная мысль. В таких случаях я говорю, вернись, откуда ты не спал и твори прежние дела. И я вдруг начинаю понимать, спасен, спасаюсь и буду спасен, когда доеду до конечной остановки. Все как бы очень просто. Получил, несу, забочусь. Бог помогает мне восстанавливаться. Но я имею Божий страх, чтобы не потерять это спасение. И я его доношу, но интересный вопрос, что троллейбус не может ехать так, как он хочет. Когда-то мне папа рассказал такой смешной анекдот. Говорит, троллейбусника судят за то, что он сорвался с линии и поехал к теще в деревню за картошкой на своем троллейбусе и задавил человека. Может такое быть? Но не может такого быть, потому что он не может ехать, он только по линии едет. И вот в связи с этим, в связи с этим, я вдруг понял, насколько у меня серьезная ответственность и почему себя спасешь, вникая в себя и в учение. Что мне-то делать сегодня? Я спасенный человек или, по крайней мере, многие говорят, я пережил это спасение. Дух Святой коснулся меня, у меня там рюкзак вот этих грехов упал, и у меня сразу крылья выросли, я всех любить начал. А сейчас? Сейчас как у тебя? Какое состояние сейчас? Я задавал эти вопросы в церкви, в больших, маленьких. И говорю, братья и сестры, помните первый год, два своего уверования? Говорит, помним, конечно помним. Я помню себе, как глаза горели, как Библию читали, как рвались вот к Богу, как на собрание спешили, за полчаса приходили, никого нет, вы уже тут. Вам так было хорошо с Богом, Бог так отвечал, такие откровения приходили, посты самые длительные, в первый год два уверования, на 20 дней, на 15 дней. Я помню, никогда бы в жизни не решился, 5 дней без воды и пищи, даже не заметил, соль выступила, пить не хочу, 5 дней не пью, потом мне кто-то говорит, да через 3 дня человек должен умереть. Я говорю, да. Слава Богу, говорю, не умер. Знаете, а было так, помните? Помним. Сейчас как? 10 лет прошло, 15 лет прошло, как сейчас. Вы знаете, люди опускают головы и говорят, ну, сейчас не так. Хотя, хотя, не все так говорят. Я знаю, что те люди, которые взялись вот с самого своего, может быть, младенческого возраста духовного, когда они взялись за какое-то служение, когда они просто возжелали, поставили на первое место, вот, что я могу делать для Евангелия. И они так идут, вот у них это есть, и они уже двигаются, и, как правило, они уже имеют какие-то служения в церкви. Вот такие люди, тоже не все, но они говорят, нет, у меня сейчас лучше. У меня сейчас были более близкие отношения, чем тогда, когда я уверовал. У меня сейчас больше Бог отвечает на молитвы. Сейчас. Я заметил такую тенденцию, я как-то попадаю в церкви разных совершенно учений, так приглашают баптисты, адвентисты, писятники, шестидесятники. Кто только вот, где-то, я никого не боюсь, в смысле, проповедовать Евангелие, я знаю одно. Я пришел вообще искать Бога в православную церковь, Бог через Писание мне привел в баптистскую церковь, здесь баптистка через Писание в писятники, нет проблем. Бог, если ты взялся за Него, если ты захочешь, если в руки твои попало священное Писание, никуда не денешься. Главное, чтобы человек покаялся. Главное, чтобы он осознал нужду в Боге, нужду в спасении. И я заметил такое, вот образовывается церковь, может быть, вот только какая-то группа, где-нибудь, не важно совершенно какого учения, как только они начинают двигаться, в самом начале, самые большие чудеса, откровения, люди, наркоманы спасаются, какие-то исцеления происходят. И вот церковь, знаете, на вот этом движении, еще нету какого-то богословия, еще нету никакой библейской школы, они еще питаются вот этим молоком, простейшие проповеди. И церковь растет, церковь вдохновленная, церковь единая. Нету особых противоречий, ничего, все растет, все двигается. И вдруг церковь выросла, человек 70-80, уже подумают о здании, уже, может быть, приобрели какое-то здание, началось уже систематическое богословие, начинаются уже преподавать, уже какие-то библейские курсы, уже кого-то на служителя преподымают, и смотришь, благодать куда-то. Чудес все меньше и меньше и меньше. Что происходит? Что происходит? Мне это очень было всегда удивительно. Я слежу за некоторыми церквями, ну, по крайней мере, 10-15 лет, с которыми общался, ну, больше 10 лет за некоторых, с самого начала, с самых-самых первых времен, там, и баптисты, и песятники, и немножко вот полная Евангелия, как называют сейчас харизматические церкви. И вот смотрю, как они развиваются. И вижу эти трудности, вижу вот это. И главное, что не зависит от богословия и подъем, и упадок. Я говорю, в чем дело? И мне очень трудно, конечно, с этим согласиться. И это часто не только, ну, это и на личном уровне. Это на личном уровне человека. И сейчас, смотрю, такое очень многое, много уже укоренилось, такое утверждение. Бог сначала носит на руках, вот, младенец, ему все, значит, дается, все прекрасно. И вера ему дается, и любые вещи, и познание, и откровение, и желание, и огонь. А вот потом Бог тебя там трохи отставляет, тебе иди сам, иди сам приобретай. Вот сам гори, сам и все остальное. И вот тогда, конечно, труднее так нужно. И об этом, в общем-то, учат. Знаете, я покаялся в 92-м году. Я принял водное крещение в 93-м, был крещен Духом Святым. Очень большие были чудеса. В 93-м году я молился за парализованную девочку. Церебральный паралич у нее был. Я видел, как она встала и пошла. Это было во Дворце спорта Украины. Я один лично молился за нее. И я сам это видел. И много было других чудес. Но пришло время, 94-й, 95-й, и я смотрю, что у меня-то вообще ничего особенного нет, ничего не приобрел. Как-то, когда каялся, ничего я не хотел, ничего мне не интересовало. Помню, когда молился, стоял вот этой на молитве покаяния в Баптистской церкви, 19-го или 92-го года. Я стоял на коленях, и у меня такое сознание. Даже если умру от голода и холода под забором, главное не согрешить и попасть на небо. Вот самое главное. Я не был зависим от наркотики, я не был зависим от алкоголя, я не был зависим от сигарет, у меня были другие грехи. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот той как бы нужды, вот я в проблемах пришел в Боге, я не могу сказать, что это было проблемой. Наоборот, я приобрел проблему, потому что многих вещей пришлось отказаться. Я как-то в то время еще, мне друзья говорили, Саша, да тут вон возьми какую-то улицу в этом Бавруйске, смотри, получай деньги с этих коммерсантов. Ну, как бы, и все, и будешь ездить на Мерседесах, и все будет у тебя хорошо. А я говорю, нет, и я бегом убежал, я покаялся в городе Мариуполе, и там жил на этой Украине, чтобы никого не видеть, ни с кем не общаться. Потому что я понимал, что, ну, человек слабый, не хочу иметь этих искушений, для меня важно спасение, даже если от голода и холода помру, не важно. Но пришло время совсем другое. Пришло время, когда услышал такую проповедь, голоса бедного никто не слушает, точно слушает, бедняка там, нет у человека авторитета, нет у него чем похвастаться. А что у меня, я так, ничего у меня не было, ни дома, ни дерева, ни посадили, ничего нету. Что я показать, хоть какой-нибудь бизнес там, вот сел бы на какой-нибудь Крайслер там, я не знаю, а тут ничего нет у меня. Вот. Я думаю, надо что-то приобрести. Начал сначала бизнесом заниматься, он сначала вырос, потом рухнул, я с долгами остался. Сначала вот деньги считал, потом у меня их отсчитывали обратно. Вот. Потом, значит, думаю, надо, ну что я могу делать, ну, наверное, это не мой путь. Вот поеду в Москву, начал заниматься творчеством, вспомнил, что я песни писал. Сначала здесь бы был, не в каких-то фестивалях, ну, что-то приобрел, потом какие-то дипломы, потом поехал в Москву, начал песни продавать. О, и вот чуть-чуть, пока это все шло, пока это все закручивалось, сначала думал в Москве, что я буду, значит, ну, напишу такие околохристианские песни, буду вот как-то духовно людей, что-то там, вот их, мне купили пару песен, и продюсер этого Кальянова, такой Виктор Романов, посадил перед собой, говорит, «Ты что, что ты тут написал вообще? Ты кому это надо? Ты кому это, кто за это деньги будет платить? Ты что здесь, учить в Москву кого-то приехал? Мучить здесь никого не надо. Ты делай песни, которые, вот, за которые будут деньги платить, должен представлять, кто у тебя это будет покупать. Знаешь, какая сейчас публика, чего она хочет? Вот ты подумай об этом». Ну, и выгнал меня. Я, короче, пришел, думаю, нет, я вот как-то у меня загорелось, нет, я докажу, нет, я вот напишу то, что будут покупать. И начал писать, и начали покупать. И вот, когда у меня это все вот уже выросло, несколько контрактов, я уже устроился в Москву, там, романсы пел два часа в кафе вечером, деньги неплохие платили, я квартиру снял, и пел там «Гори, гори», я думаю, что это такое, ничего греховного вроде такого особенного. Но потихонечку все это шик-шик-шик-шик-шик. И в церковь вроде-то хожу, нашел там церковь в Москве, ходил, потом смотрю, что отношения с Богом рушатся, рушатся, все охладевает, охладевает, и уже совсем чуть не... И я так, что делать-то? И Бог остановил меня в 99-м году, 22 июля 99-го года, убили одного человека в Москве, друга моего, и я с ним за полчаса до смерти разговаривал по телефону, он был из Солнцевских, он сам из города Бобруйска, но там один из старших, он с 84-го года уехал в Москву, в армию пошел, и там остался, и вот эти афганцы, и все-все-все, вот там такие были группировки. Кстати, говоря, в старших Солнцевской группировке фактически судимых людей не было. И думаю, что, ну, все, которые там погибали, ну, в основном люди, это военные, это снайпера, это люди, которые что-то умеют по военной части, и вот они организовали, и до сих пор я понимаю, что КГБ, ФСБ, они все это сейчас контролируют, это не вопрос, я не думаю, что мне надо говорить со сцены. Вот, но его, он говорил по телефону со мной, я говорю, заедь ко мне, поедем тут по делам, у меня есть вопросы, он мне тоже к чем-то помогал, он тоже где-то финансы где-то вкладывал, помогал мне за что-то рассчитываться. Друг мой с детства, мне когда-то вазелин вот этот загонял в кулак. Вот, когда мне было 17 лет, и ему тоже. И я ему говорю, заедь ко мне, мы поедем, а он говорит, Саша, я поеду по своим вопросам, потом к тебе заеду, перезвони мне через час, звоню через час, уже поднимает трубку милиционер, уже он убит, уже его застрелили. И его, и телохранителя там, такой был хороший вроде как парень, Дуйнов Александр, чемпион Московской области по карате, и тоже связался с этими людьми, и тоже стал таким же. И я понял, что он пошел в ад, и я понял, что вот за полчаса до смерти у меня не было ему желания сказать Евангелие. Общаясь с ним, я не мог показать ему Христа. Я когда-то говорил ему что-то о Боге, он немножко отодвигал, Саша, это твое, я не хочу вообще в это вникать, мне это неинтересно, у нас есть свои вопросы, зачем ты вот, давай решать то, что надо нам с тобой. И я не сильно наставил, я увидел, что у меня нет желания спасать людей, у меня нет желания служить Евангелию. И я как-то встал, я сильно перепугался, я приехал домой, я закрылся в комнате у родителей тогда, и начал молиться, я не знал, вот спасает, прощает ли Бог таких людей, которые из-за своего христианства, вот такого, приводит к тому, что друзья погибают, что близкие люди умирают, без креста идут в ад. Я молился, и Бог пришел, и благодать опустилась, и как-то Бог открыл мне местописание, кто потеряет свою жизнь ради Христа и Евангелия, тот и обретет. И я встал перед зеркалом, помню, стоял и сказал, я теряю свою жизнь ради Христа и Евангелия. И вот, когда я сказал, смотрю себе в глаза и понимаю, что вру. Вру, то есть, не-не, я хочу что-то собрать со Христом и с Евангелием, что-то построить со Христом и с Евангелем, что-то приобрести, но терять и сжигать. Не-не-не-не, это нет. У меня жизнь не тратится ради Христа, мне жизнь хочется протратить ради себя и своих целей и планов. Они такие неплохие, красивые, без водки и наркотиков, но свои. И я понял, что это все неправильно. И я что сделал, я просто прибежал обратно в Бобруйск, нашел церковь Слова Надежды, сел на заднюю лавку там, думаю, что я могу делать для Евангелия. Взял, спалил все свои песни, 280 песен, текстов штук 400, повесть в трех частях, сжег, вон там сейчас стоит корона на этом пепле, вот там. Утром в 6 утра, представляете, пришел, приехал туда, троллейбусом с площади, две сумки, сжечь. Там был карьер такой, ну думаю, где еще сжечь? На площади, на клумбе нельзя жить, правда? Надо туда. И я начинаю палить, смотрю люди в 6 утра, думаю, откуда взялись? Такие прилично одетые, одна женщина, говорит, что вы такое сжете? Взяла, ой, какие хорошие стихи, ой, и еще какие хорошие стихи. Зачем вы это делаете? Это, говорю, мои, что вы, рукописи не горят? Я на них смотрю, и у меня такая мысль, бесы. Бесы просто пришли меня искушать, чтобы я не сжег эти, это вот, чепуху это все. Я говорю, давай сюда, вырвал у нее, кинул в огонь, говорю, стоять там, пока не сгорит. Вы знаете, и помню, первый, кто подошел, это этот самый Сергей Митрофанович Поляков, он, наверное, здесь ко всем все время подходил. И говорит, Саша, я знаю, что ты тут пел на каких-то праздниках там. Я тут еще умудрился в Бобруйске два раза один раз вести, один раз судить конкурс красоты. И так немножко про меня где-то услышали, какие-то у меня-то группа тут была, Сенат ходил тут, пел, что-то и газеты там все время делал, всякие-то анонсы, концерты здесь проводил, в ДК Шинник концерт был, наверное, пару. Вот. И вот, ну, что-то, я думаю, так, что могу делать? Вот у нас, говорит, не хватает теноров. И я, говорю, пойду туда. Начал петь в хоре, потом домашнюю группу какую-то вести, потом мне дали пять домашних групп, потом, и все, потом, потом, потом. Как-то Бог в зону ходить, потом в Кличевский район, там, к деревне Гонча, начали ездить, еще Володя вел служение. Вот так все потихонечку. И я увидел, вот в это время, Бог вдруг все восстановил. И те чудеса, и тот огонь, и все-все. Все, я почему это сейчас рассказываю? Что самые большие чудеса, самые большие переживания, я в то время пережил состояние, которое было на небесах, которое люди переживают на небесах. Вот это облако, которое приходило в храм Соломона, это, я, ну, не часто, и не сильно люблю об этом рассказывать, но оно было в моей комнате молитвенной, когда исчез потолок. Это не было во сне, это было прямо при сознании. И я пережил то состояние, которое люди переживают на небе. Вы знаете, это настолько сильно, настолько серьезно. Я даже получил интересное откровение. Почему на небе славят Бога? Как вы думаете, почему на небе славят Бога? Вот я читал, помню, читаю откровения, там повергаются, там пинцы ложат, эти руки эти закрывают крыльями, свят, свят, свят. Все поют, одни играют, другие поют. Слушайте, почему на небе славят Бога? Как вы думаете? Если не будешь славить, то выгонят там с неба. Нет? Вот регламент там, в чем дело вообще? Я вам расскажу очень простую вещь. Присутствие Творца, настолько прекрасное переживание, настолько огромное счастье, такой восторг, нету большего счастья для... У меня были счастливы пальцы, ногти, брови, нос, у меня все было счастливо. Не только там, все какое-то счастье, понимаете, настолько переполняет, что тебе в голову ничего больше не приходит, как просто прославлять Творца. Самая великая личность, самая прекрасная личность, самая интересная личность, самая приятная личность во Вселенной, это наш Бог. Слава Богу. Вот мы иногда общаемся с кем-то, нам с одними приятно общаться, с другими не очень приятно общаться, но надо. Но представьте себе, что самая прекрасная и приятная личность, которой хотелось бы общаться во веки веков, это Иисус Христос, это Господь. И вот сегодня я на этом месте, вот сейчас попробую вам рассказать про Евангелие. Я недавно, ну как недавно, в начале года был в Соединенных Штатах, и там со мной произошло одно переживание. И когда я только приехал, где-то через неделю, я был в одной церкви, проповедовал там, и через день, на следующий день, эта семья, она поехала в горы, там на снег, там часто вот люди ездят, внизу там дождь или солнце, а в горах снег, и на снегу так прекрасно отдыхать, всей семьей они поехали. И вот на глазах у отца, на глазах, в принципе, у всей семьи, этот ребенок, он подошел, там горная такая, мощная река, ну, вода идет, и такой пологий склон, как бы не опасный, но снег лежит, и снег подтаивает, от этого таяния очень скользкий склон, пологий такой, и девочка шести лет, подскользнулась, как бы на попку села, на эту грязь, и вот так, прямо на глазах съехала, и речка ее подхватила, и понесла, и прыгнул туда отец, за этой дочерью, вода холоднющая, еле сам выбрался, дочку не нашли, и объявили молиться, начали летать вертолеты, объявили по телевидению, собирать такие группы, из церквей по 10-20 человек, там много церквей русских, 50, может, даже больше церквей в Портланде, и они начали искать, где эта девочка, начали смотреть, может, под камнями, десятки миль, прочесывали, потому что скорость огромная, этой воды, и я уже уехал в город Сиэтл, там, три часа езды, и я уже там служу, и мне звонят, нашли девочку, прибило на какой-то остров, через 10 с лишним миль, от этого места, нашли этот трупик, и родители просят, чтобы вы, брат Александр, проповедовали на траурном служении, я уже в другом городе, я знать не знаю этой семьи, и проповедовать на траурном служении, у меня все назначено, говорит, два часа служения, вы успеете, ваша проповедь, и вы успеете еще приехать в Сиэтл, к семи часам, хорошо, я приезжаю, я попадаю прямо, вот без каких-то предысторий, сразу приезжаю в этот зал, зал огромный, я думаю, что три шинника примерно, такой вот, огромный полукруглый зал, тысячи три народа тоже, стоят, наверное, пять камер телевизионных, все это прямая трансляция, радио, телевидение, и мне надо что-то говорить, я понимаю, я не случайно на этом месте, и вообще, все это имеет какой-то большой духовный смысл, и я вышел, мне было 20 с лишним минут, я сказал, знаете, братья и сестры, я понимаю, что мы не случайно на этом месте, я понимаю, что Бог, сейчас хочет обратиться, и сказать что-то людям, не только, которые сидят в этом зале, потому что было много, молодежи сидело, пожилых людей среднего возраста, и тем, кто сейчас смотрит, и кто даже может с переводом, потому что мы русскоязычные, кто-то смотрит по телевидению, и не знает русского языка, но сегодня Бог хочет обратиться, я вам хочу сначала рассказать, что я пережил, я пережил, когда я это услышал, правда это со мной было, когда я услышал об этом, об этом событии, я в первую очередь, вспомнил, что у меня дети там, я не знаю, что с моими детьми там, говорю, Господи, сохрани моих детей от всяких несчастья, сохрани моих детей от каких-то проблем, и я вдруг такое понял, что я от всего могу защититься в жизни, от всего, но я не могу защититься с помощью молитвы от воли Божьей, если воля Божья, ничего моя молитва не сделает, Бог сделает, что Ему угодно, мне стало вообще-то страшновато, я начал говорить о том, что Бог дало серьезное служение этой семье, чтобы сейчас через это событие, которое обратило на себя внимание тысячи людей, Бог мог напомнить каждому человеку, что в пожилом или в молодом возрасте можно встретиться с Ним неожиданно, и надо сегодня иметь с Ним правильное отношение, сегодня надо иметь прощение грехов, сегодня надо иметь святую и праведную жизнь или положение перед Богом, как спасенный человек. Бог дал серьезное служение этой семье, чтобы показать, что со Христом можно не только перенести эти скорби, но не разочароваться в Боге, а еще больше Его любить и лучше Ему служить. И Бог испытывает веру каждого верующего, верим ли мы в небеса? Я задаю вопрос, иногда я говорю, верим ли мы в небеса? Верим, что небеса это наш дом, что это будет для каждого, верим ли мы в это? И люди говорят, верим, верим. Я говорю, по-настоящему вера это проверяется только смертью самых близких людей, наших детей. Вот она проверяется. Если этот ребенок, если ему 6 лет, он, и вот их есть Царство Небесное, ребенок на небе, правда? Если есть небеса, он на небе. Что там делает этот ребенок на небесах? Он благодарит Бога, что Бог избавил его от бремени земной жизни. Правда? Мы имеем трудности, мы живем десятки лет здесь, имеем скорби и боли, и различные страдания. Он этого всего был избавлен. И он на небе, уже на небесах, и уже радуется. И там ему прекрасно. Если мы в это верим, и у нас есть такая вера, мы не будем скорбить, как прочие написано. Потому что люди скорбят. Нам, конечно, неприятно с ним разлучаться на время, но мы-то верим, что мы тоже там будем. И нам еще нужно служить, нам еще нужно положить какие-то усилия, чтобы действительно быть с этим ребенком и с Иисусом Христом там на небесах. Вот такое Бог дал слово. И вот я вам прочитаю местописание, которое мне тогда пришло. Я уже после размышлял об этом. Римлянам 8 глава, 16 стиха, 16-17. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Вот этот вопрос, если с Ним страдаем. Я спросил Бога очень серьезно, я сам, когда задумываюсь, Господи, о моем спасении, я уже об этом говорю, я проповедую Евангелие, о чем говорит людям в самое первое время, когда их зовешь к Иисусу Христу, почему Христос какие-то вещи говорил при своей проповеди, многими скорбями надлежит войти в Царство и так далее, и так далее. Почему? Зачем страдания? Я просто напомню эту историю, Господь открыл о том, что все начало, почему мы в этих проблемах, почему сегодня человечество во тьме лежит, почему оно сегодня в этой смерти, почему во всех несправедливостях и скорбях, почему это произошло, потому что в Эдемском саду была история, когда Бог создал этот Эдемский сад для наслаждения человеку, чтобы он радовался и жил вместе с Богом там, и Адам, и Ева, у них была прекрасная жизнь. Он сказал только не трогай плод познания добра и зла. Я не буду сейчас зачитывать это местописание, мало времени. Ну, помните, что сказал Господь? А от дерева плода, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который вкусишь от него, смертью умрешь. И вы знаете, люди все-таки не удержались, и змей помог, подсобил, подошел, сказал, не умрете, но будете как Боги, знающие добро и зло. Есть там такой стих, может, откроете, третья глава, бытия, двадцать второй, если не ошибаюсь, стих. Посмотрите, где оно там написано. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас. Обратите внимание, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки свои и не взял так же от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Дальнейшие стихи говорят о том, что Бог поставил, Он изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского херувимый пламенный меч, обращающийся, чтобы не допустить человека к дереву жизни. А мы знаем, что Христос сейчас дает вечную жизнь. А в Откровении написано, побеждающему дам вкушать от дерева жизни. Там есть мест в Писании, наверное, пять о том, что побеждающего, не изглаживаясь в книге жизни, побеждающий не потерпит вреда второй смерти и получит белые одежды. Это не сказано о крещенных, не сказано о покаявшихся, о рожденных свыше или говорящих на иных языках. Там сказано о побеждающих. Это тесно связано со скорбями и страданиями. Когда человеческий дух умер, умерло послушание Богу, умерли эти отношения с Богом, человек начал сам судить добро и зло. Знаете, что такое плод познания добра и зла? Это результат познания добра и зла. Есть простые примеры. Самые яркие, это ко мне часто подходят люди, в основном женщина подходит и говорит, у меня муж пьяница, он такой сякой, он такой плохой, он меня бьет, он забирает деньги, он обижает детей и так далее, и так далее. Поговорите с ним, вы же проповедник. И я говорю, скажите, а чего вы за такое чудовище замуж вышли? Ну, чего вы за него замуж-то вышли? Ну, никто же не не заставлял. Зачем вы вышли замуж? О, это пять лет назад, десять лет назад, это был совсем другой человек. Он был хороший, он был такой, такой, и такой, а вот сейчас он испортился. Я говорю, скажите, а кто-то знал, как он испортится через пять лет? Ну, вы не знали. Бог знал? Бог знал, каким он станет через пять лет? Знал. Вы у него спросили? Не спросили. Кто виноват? Кто кушает плод? Результат? Собственного познания добра и зла. Кто кушает вообще? Почему все человечество в таких скорбях и страданиях и есть великолепная к этому поговорка? Хотел как лучше, а получилось? Почему, как всегда, это происходит? Потому что Бог сказал, нам встал как один из нас. Он говорит, создадим человека по образу подобию нашему. И вот, знаете, когда встал как один из нас, нельзя ему вечную жизнь. Человек стал Богом сам себе. Он сам себе начал избирать пути. Он сам начал судить своим ограниченным разумом, своими испорченными чувствами, своим лукавым сердцем. Он начал сам себе выбирать дорогу. Вы знаете, дух умер, но родилась другая жизнь, другой принцип жизни. Жизнь плотского человека, жить по плоти, так, как я считаю, так, как я понимаю, так, как мне нравится, как мне рассуждается. Это мои надежды, это мои мечты, я туда стремлюсь, это мои цели. И человек разбивается в своих целях, разочаровывается, потому что он не видит завтрашнего дня, он самого себя не может знать. он себя не может знать, не говоря уже о том, за кого хочет замуж, или на ком хочет жениться, или куда он хочет ехать, но ни страны это не знает, не знает, что там произойдет. Было такое удивительное, знаете, для меня переживание события, когда я читал про Крымск, когда накрыла восьмиметровая волна, помните, этот город в России, в Краснодарском крае, там один человек, за день до несчастья, за день до этого, до этого катаклизма, он купил дом и въехал всей семьей на берег моря, много, наверное, потратил, купил дорогой дом, наслаждаться, жить прекрасно, и на завтра со всей семьей он погиб. Кто знал, что будет завтра? Бог знал, человек не знал. Он думал, что у него будет счастье, а приобрел горе. Это суть жизни по плоти. А Иисус пришел и сказал, я и с ним путь. И Он говорит, я ничего не делаю, если не увижу Отца Творящего. И Он сказал, если ты хочешь спастись, отвергнись кого? Себя. Отвергнись себя. Вот что значит отвергнуться плода познания добра и зла, что протянуть руку к плоду вечной жизни надо отвергнуться плода познания добра и зла. Вот это есть в общем-то суть вот этого пути спасения. Чтобы человек не перестал жить так, как ему хочется или как ему нравится или как ему понимается, но отвергнув себя, а со собой это свои мечты, свои планы, свое понимание, начал приобретать Божие понимания, узнавать Божью волю и стать Водимым Духом Святым. Потому что для верующих написано будете жить по плоти, то что? Умрете. Это сказано для людей, которые взяли и стали на путь спасения, которые хотят или заявляют, я буду тебе служить Господи доброй совестью, Он не крестится, они крестятся Духом Святым, они встают на этот путь, а Господь говорит, будешь жить по плоти, умрешь. Потому что мой план избавить тебя от плода познания добра и зла, избавить от этого принципа жизни по плоти, как ты хочешь или как ты понимаешь, мое желание, говорит Господь, полностью, чтобы ты подчинился добровольно моему духу, ибо только я знаю о тебе намерения во благо, а не во зло. И вы знаете, как происходит этот путь спасения? Только через трудности и скорби. Только через трудности и скорби. Что скорбит, когда происходит какое-то, ну, для нас негативное событие, что скорбит? Дух наш скорбит? Знаете, когда Дух скорбит? Когда грех, когда мы огорчаем Духа Святого, наш Дух огорчается, тогда Он скорбит. Когда мы грешим, вот тогда Дух скорбит. Во всех земных страданиях скорбит наша плоть, наша душа и наше тело. Больше не скорбит Дух бодр, плоть немощна. И когда происходит какое-то страдание, всегда открывается как минимум два пути в жизни. Поступить по плоти или поступить по Духу. Вот так Бог ведет человека, чтобы вырвать из его сердца принцип. Принцип жить так, как хочу. А начать жить так, как Бог говорит. Например, жена говорит, вот тебе плохо, с ней плохо, она тебя пилит там, знаете, и плоти ему говорит, пилит она, уйди от нее, беги к той, которая не пилит. Это большой обман, потому что все пилят. Все пилят, только с разных сторон. И вот один набегался, он как опиленный со всех сторон вообще. А Дух говорит, побеждай зло добром, являя Христа вообще, поэтому предлагается человеку умереть, знаете, если вы умерли со Христом, вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Об этом много говорится в Священном Писании. Почитайте себя мертвыми. Когда человек приходит и решает служить Богу, когда он решает впитать в себя волю Божью и жить не для себя, но для умершего за Него и воскресшего Иисуса Христа, тогда он приобретает совершенно другой путь, на котором нет ошибок. Бог не ошибается, если ты поступаешь по Его воле. Бог есть любовь, Он доказал свою любовь на кресте. И поэтому говорит, доверьтесь мне, Бог есть свет. Иисус говорил, Бог есть свет, послушайте, что вы боитесь довериться Богу. Нет в Нем никакой тьмы. Бог есть любовь, Он столько раз убеждал, Его пробовать заключено было в том, чтобы убедить человек, ты идешь грешным путем, ты грешник, ты всегда промахиваешь, ты всегда будешь разочарован в своей жизни. И самое страшное, если ты будешь разочарован, когда пристанешь перед суд Божий, ты увидишь, что ты все неправильно сделал, ты не имеешь спасения, ты идешь в ад, ты в конце своей жизни перед смертью будешь разочарован, что у тебя неправильно было прожито, ты не добился того, что хотел, у тебя это все будет болеть, зачем это тебе надо, Бог приведет тебя в то место, где Он тебя спасет, Как Он тебя проведет, это совершенно не важно, Он себя совершенствует, Он сделает тебя достойным вечной жизни, Он тебя совершенно подчинит, может быть, через скорби, знаете, скорбями навык послушания, действительно, когда трудно, когда в ущерб себе человек избирает Божий путь. Первое, что Бог делает, Он, во-первых, не даст сверстил скорби, Он даст перенести скорбь, и если ты правильно прошел, обязательно наградит тебя, и ты переживешь эту награду, если не в этой жизни, то в будущей жизни ты получишь награду за твою победу, и ты, как побеждающий, войдешь в Царство Небесное. Это происходит только через трудности. Мне очень жалко проповедников, учений и церкви, которые проповедуют, что человеку надо избегать скорбей, или говорят о том, что Бог желает, чтобы у тебя была комфортная и безоблачная жизнь. Это ложь, это не спасение. Спасение – это отвержение себя. Это происходит только в трудностях и только в скорбях, когда открывается путь по плоти, и открывается путь по духу. То, что говорит Бог, говорит Слово Божье, вот так надо поступить, а плоть говорит другое, и очень часто люди ломаются, и ломаются на небольших этапах, еще никто их не гонит и не убивает за Христа. У них небольшие трудности, большие финансовые трудности, небольшие еще какие-то дела, и они могут и оставить служение, и уйти с этой дороги, и, знаете, не нравится страна, уехал в другую, не нравится там работа, убежал, ему не интересует воля Божья, он всегда ищет своей воли, и Павел со слезами говорит, таковые люди ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Почему Павел плакал? Потому что это путь погибели. Желание Бога, чтобы на небесах были люди послушные ему, он что-то хочет красивое и прекрасное делать в вечности, мы будем некоторым начатком его творений. Вот оно, Евангелие, простое, на этом фундаменте только может строиться все остальные учения. Если человек не приобрел этого фундамента, его духовный дом стоит не на камне, а на песке. Отвергни себя и возьми свой крест. Вспомни, что такое, что хочет Бог с тобой сделать. Почему ты должен быть, как христианин, когда ты идешь, когда ты пройдешь ко Христу, ты должен быть готов, чтобы Бог будет проводить и научать тебя, чтобы отделить все нечистое, все ненужное, и чтобы ты стал как золото, и чтобы твоя вера стала твердой, и доверие Богу стало абсолютным. Вот что хочет Бог. Вот это и есть путь спасения. Поэтому это идет еще через скорби и трудности. Я сегодня на этом месте, чтобы сказать правду, я не знаю, когда еще мне будет возможность сказать эту правду. Господь хочет нас изменить. Евангелие, в первую очередь, призвано менять. Бог дал Евангелие, чтобы менять нас. И в этой радостной вести, Он дал гарантию, что Он не оставит и не покинет, что не допустит испытания сверхсил, что любящим Бога все содействует ко благу, что Он будет рядом, что Он поддержит, что Он проведет. Он даст силы Духа Святого. Но Его желание, чтобы ты донес это пламя спасения, этот светильник донес до конца. И ты, как спасенный, шел в спасение, имел контакт с Богом, вникал в себя и в учения, занимался с ним постоянно, и в конце концов победил и сказал, веру сохранил, течение совершил. И теперь готовится мне венец, который даст мне судья в день Он, и, как сказал апостол Павел. Вот это есть путь христианина. Пусть Бог благословит. Нам это трудно пережить, это трудно принимать. Я сам плачу, когда это понимаю. Все время бегу, говорю, Господи, да минует меня чаша скорби и так далее, и так далее. Но я понимаю, что без вот этого движения не будет никакой силы, не будет никакого присутствия, не будет никаких чудес, будет только разговоры, извините, болтовня о Боге и о духовной жизни. И таковых людей мы знаем, которые не проходят это испытание и потом всю жизнь пытаются искать Бога, и Его присутствия нету в их жизни. К сожалению, многие из нас этого пути не прошли, и нам нужно покаяться и сказать, Господи, я согласен пройти, сесть в этот первый класс, второй год и третий, помоги мне сдать экзамены. Помоги мне пройти, я хочу быть побеждающим. Бог и хочет нас сделать побеждающим. Поэтому я призываю сейчас к вас к молитве. Я прошу и приглашаю вас встать. Время истекло. Но многие вещи, я понимаю, что я, ну, не лучший проповедник, есть более лучший проповедник Дух Святой. Я бы очень хотел, чтобы это слово, оно не повисло в воздухе, не пролетело мимо ушей, чтобы оно затронуло ваши сердца, чтобы вы пришли домой и сказали, я не верю этому Гусеву, я не верю этому проповеднику, Господи, ты мне через Писание открой правду. И тогда вы будете нести ответственность за это слово не перед нами, а перед Богом. И это очень важно для меня. Давайте помолимся. Отец дорогой, я благодарен тебе за это время. Я благодарен тебе, что ты можешь, Господь, каждого наставить в истине. Я благодарю тебе, Боже, что мы, Господи, мы ничтожные люди, мы ни на что не годные. В нашей плоти ничего не живет доброго. Да и в конце концов увидеть и разочароваться в самих себе, разочароваться в своих путях, разочароваться в всех выборах, которые мы иногда делаем, Господь. И научиться взыскивать воли Твоей, водиться духом Твоим святым. Господи, слышать и исполнять, и слушаться то, что Ты скажешь, Боже. Действительно научиться, Господь, от Тебя, Боже. Действительно, Боже, принять Твою волю в свою жизнь, Господь. Потому что это и есть путь спасения. Помоги нам, Господь. Пожалуйста, прости всякие наши непослушания. Прости мои грехи. Это грехи промахи, Господь. Когда, Господи, я не слушался Тебя, или был невнимателен Твоему, Господи, голосу. Или, Господи, обманут, Господи, что этот путь я не избрал где-то какого-то пути, или какого-то выхода не избрал из ситуации. Господи, научи нас идти духовно, чтобы мы стали из плотских духовными. Чтобы мы, Господи, из тех, которые живут плод познания добра и зла, начали есть плод вечной жизни, Господь. Боже, и чтобы мы прошли мимо этого меча, обоюдоострого, где сказано это как Слово Твое. Где сказано, что не всякие говорящие, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющие волю Отца Небесного, Господь. Дай видеть смысл в скорбях, Господь. Ты говоришь через апостола, радуйтесь, впадая в какое-то испытание или искушение. Радуйтесь, нам трудно это понять. Дай увидеть, Господь, что это еще новая ступень, что это новая возможность доказать Тебе верность, приблизиться к новым духовным высотам, Господь, приобрести новые качества духовные, Господь. Во имя Иисуса дай нам в этом побеждать и побеждать. Во имя Иисуса Христа я благословляю всех, братьев и сестер, которые сегодня находятся в трудностях, в скорби, у которых сердце стонет, у которых, Господи, эмоции, Господи, на нуле, у которых может быть депрессия, Господь. Вдохнови, Господь, сейчас. Подними, Господь, дай Твоего присутствия прямо в сердце, Господь. И покажи, что Ты, Господь, не оставил и не покинул, Боже. Покажи, что Ты рядом, Господь, и открой тот путь, Господи. Покажи то направление, которое Ты хочешь, Господь, и дай силы пройти это поприще во имя Иисуса. Благословляю, Боже, каждого брата и сестру, и каждого, Господи, и меня благослови, Боже, чтобы все свои трудности я мог побеждать Духом Твоим, Словом Твоим, все проходя по воле Твоей во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, вечного истина Святого Бога, Творца неба и земли.